Так, привезли сегодня слэд на калибровку, а это дуб, и мне он показался очень тяжелым, подозрительно, 24,6, 22 почти, 26 почти, ну, в общем-то, клиент решил, что в любом случае калибруем, потому что он будет распиливать данный слэд пополам, и делать, я так понимаю, речку. Ну, в этом случае всю ответственность он берет на себя, я, конечно, калибранул, но другое дело, что корабление не избежать, вот это, кстати, будет по суше, ну, это, видимо, от этого уже стреляется, ну, что ж, работаем. В общем, ситуация очень интересная, оказалось, что данный слэд сушился до 4 градусов, но хранился он всю зиму в холодном помещении, поэтому набрал до 25, это, конечно, интересно. Решили, что пускай он у меня постоит, данный слэд погреется, у меня помещение теплое, хотя бы там двое суток, посмотрим, что будет, потому что есть огромная доля вероятность, что сейчас я его склибрую, и опять будет корабление, Чтобы из малого, почти неделю пролежал слэд, в пятницу мне привезли, сегодня четверг, отогрелся или нет, смотрим, 19,6, 15, 21,6, 25,2, 18,2, 22,6, от 15 до 20 процентов, влаженностью. Многовато это, да? Ну, многовато, конечно, если для смолы, то многовато. Чего делаем, как, калибруем? Да, давайте калибруем. Ну, все, тогда я приступаю, все, сегодня он будет готов. Все, давайте. Ну, смотрите, я опять же предупрежу вас, что выгнуть может его прямо буквально даже за час. Я вот сделаю, уровень приложу, покажу вам, и все, и он вас будет ожидаться. Окей, окей. Ну, все тогда, все, счастливо. Ну, слэд достаточно тяжелый, даже чувствуется, что он не сухой. Еще для понимания, здесь была плесень, вот она еще здесь видна. Надо стачивать полностью всю сторону. Еще слой заслубленный, это примерно по миллиметру, полтора, по два. Соответственно, так и набегает. Где-то рытвина, опять же, небольшая рытвина, чтобы все сгладить, надо полностью всю поверхность слэба выравнивать. А это, соответственно, время, затраты трудовые и прочее. Бывает такое, что не только один сантиметр снимается, а снимается по полтора, по два, иногда даже три сантиметра. Поэтому, учитывайте эти нюансы, сделаны на совесть. Но это, соответственно, совершенно другие деньги. Смотрите, на что бы я еще обратил внимание. Словь, в принципе, ровный уже практически. Остаются такие края. Вот такие. Как правило, с краем. Иногда достаточно просто шлифануть, и это все уберется, и вровень со всей поверхностью сравняется. Но, в данном слабом, заказчик просил все сделать вровень. Поэтому, учитывайте эти моменты, надо ли вам оно или нет. Просто, здесь я опять же сейчас сниму, но миллиметра полтора, Соответственно, минус полтора миллиметра от толщины слаба. Учитывайте эти моменты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok